Остановись, прохожий, прислушайся. Слышишь, как поёт поле, Как ветер перебирает серебряные струны ковыля, Как на своих крылах несёт песню, Песню памяти нашей. Слышишь, как стон разносится по земле русской, Слышишь топот копыт, Слышишь ржанье лошадей, Слышишь звон булата, свист стрелы, Прислушайся. Это твоя история, История твоей страны, История твоего народа. Прислушайся к себе, прохожий, Вспомни себя шесть веков назад. Темник Мамай, захватив власть в Орде, Желая укрепить своё положение И восстановить былое величие Золотой Орды, Объявил новый поход на Русь. Поводом для нашествия Послужил отказ Москвы Платить непомерную дань. В начале лета 1380 года Мамай, забрав огромное войско, Стал медленно продвигаться на северо-восток К верховьям Дона. Над Русью нависла опасность Второго Батыева нашествия. Как только по ходу Мамая стало известно, В Москву стали стекаться дружины И отряды городов северо-восточной Руси. В середине августа Объединённое войско московского князя Дмитрия Ивановича Пришло в Коломну, Где 15 августа На Девичьем поле Состоялся Смотр Объединённого войска. Мамай стал лагерем На одном из притоков В верховьях Реки Красивые Меча И ждал союзников. С северо-востока Подходил с войском Егайла. На северо-западе Стояла дружина Олега. Встреча союзников Была назначена на реке Оке В начале сентября. Чтобы не допустить Объединения союзников, Дмитрий принимает решение Выдвинуться навстречу войскам Мамая. Не заходя на Рязанские земли, Войско идёт вверх по Оке, Доходит до устья реки Лопастни И по Сенькину Броду Переправляется через Акуль, Тем самым вторгаясь На территорию Золотой Орды. Русские дружины Пересекают реку Беспуту, Проходят между реками Осётр и Упа И через урочище Березуй К 6 сентября Подходят к Дону, В том месте, Где в него впадает Речка не прятала. Мамай, вздешённый наглостью Москвы И медлительностью союзников, Оставляет лагерь И маршем выдвигается Навстречу Дмитрию. Князь Дмитрий Принимает судьбоносное решение Перейти через Дон. Первым Потатинским Бродом Переправился засадный полк Владимира Серпуховского, Чтобы прикрывать от неприятеля Переправу основных сил. В ночь с 7 на 8 сентября Объединённое русское войско Московского князя Дмитрия Ивановича Перешло Дону И заняло позицию Между балкой Рыбий Верх И Верховьями Смолки. Впереди всех, Практически, В непосредственном контакте С неприятелем Стоял строжевой полк. Сзади него Располагался передовой полк. Затем Большой полк. На флангах Располагались полки Правой и Левой руки. Сзади Большого полка Резерв. А в урочище Зелёное Дубраво Был спрятан Засадный полк Во главе с князем Владимиром Серпуховским И воеводой Боброком Волынцем. 8 сентября 1380 года В день Рождества Пресвятой Богородицы Около 10 часов утра Когда рассеялся туман Началась битва. Одна из самых крупных За всю историю Средневековой Европы Свизгом, криками Под свист хлысток И тучи стрел Словно огромный Чёрный вал Перемалывающий Всё на своём пути Ордынцы Врезались в русские полки. Первым принял на себя удар Передовой полк. И тут же Практически полностью Был смят Тяжело вооружённый Конницей. Ордынцы Вклинились В рябе Большого полка. Но рассечь Центр русских войск Им не удалось. Русские дружины Крались С ожесточением И мужеством. В битву Втягивались Всё новые И новые Отряды. Около часа дня Свежие силы Ордынцев Атакуют Полк Левой руки И начинают Теснить его. Введение В бой резерва Ситуации Не меняет. Линия построения Русского войска Трещит Вогинает Суду бой. Нависает Реальная Угроза Отружения И раздрома Русского войска. Но в этот момент В бой вступает В засадный полк И наносит удар В тыль Ордынской Конницы. У ордынцев Было ощущение Что русские Постали из мёртвых. В ужасной панике Войска Мамая Бросилось Бедство. Удар Засадного полка Был нанесён В нужном месте В нужное время И стал Решающим. И тогда Убиены были Князья Фёдор Романович Белозерский Сын его Князь Иван Фёдорович Семён Михайлович И нынешний Но уже неслась слава К железным воротам И в Порночи К Риму И в Каты По морю И в Пырову А оттуда К Царьграду На похвалу Русских Князьян Руси Великая Одолела Радь Катарскую На поле Куликовом На речке Митрия Редактор субтитров